Привет! Сегодня мы с Мариной расскажем вам, как мы готовим шоколадный торт. Я когда-то искала в интернете самый простой рецепт шоколадного торта. Он наткнулся на рецепт Crazy торт, американский, который придумали, когда у них депрессия была. Это самый дешевый способ, без яиц, и даже, можно сказать, постный. Его готовить можно тем, кто постится. Для этого торта нам нужно для одной порции 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 5 ложек столовых какао-порошка, ну, мы даже кидаем больше, пол чайной ложки соды, столовая ложка уксуса, погасить постного масла 5 столовых ложек, и ваниль, ванилин, ванильный сахар. Мы замешиваем двойную порцию, поэтому мы, честно говоря, уже насыпали в миксер, засыпали сухие ингредиенты, то есть мы засыпали, получается, 3 стакана муки, 2 стакана сахара засыпали, и больше 10 ложек столовых я засыпала какао. Уже насыпала, сейчас буду миксером мешать. Значит, сейчас мне нужно добавить ещё соду. Раз двойная порция, значит, я добавляю половинку на 2, то есть я добавляю, получается, 1 чайную ложку соды и гашу её 2 столовыми ложками уксуса. Добавляю ваниль и добавляю постное масло, 10 ложек для двойной порции. И таким образом, вы видите, сейчас будет готово. Сейчас я добавлю, наверное, а, ну, самое главное, на чём-то жидкость. Я забыла вам сказать, ведь основной вопрос ещё, чтобы она была жидкая. То есть мы добавляем все сухие ингредиенты, масло, а потом мы добавляем стакан жидкости. То есть по рецепту это стакан воды. Значит, я... Бывает, когда что есть? Стакан воды, когда бывает стакан молока, или, может быть, кефир, или сыворотка, что угодно. Вот так вот. Значит, начинаем. У нас получается на одну порцию полтора стакана муки, стакан сахара, стакан жидкости воды, 5 столовых ложек какао, 5 столовых ложек постного масла, пол чайной ложки соды, столовая ложка уксуса погасить, ваниль сколько угодно, сколько вы любите. Мы приготовили 4 пакетика ванильного сахара. То есть на одну порцию 2 пакетика, на двойную порцию 4 куличка буду кидать. Ну, всё, стартуем. Без яиц. Так, ну вот, мы добавили ещё ванильного сахара. Значит, столовую... Значит, мы что сюда добавили? Ещё раз в тесто говорю. Двойная порция, значит, у меня 3 стакана муки, у меня 2 стакана сахара, 10 ложек какао-порошка, чайная ложечка соды, 2 столовые ложки уксуса, и если на одну порцию 5 столовых ложек постного масла, то, значит, на двойную порцию 10. Мы делаем 10 бульков. Бульк, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, вот. Всё. Закрываем. Марина тут типа помогает, сок распечатывает. Значит, всё, ваниль. Всё, теперь жидкость. Ну, вместо жидкости я даже на воде замешиваю часто, и получается очень, в общем-то, вкусно. Но сегодня у нас есть простокваша, поэтому мы её будем добавлять. Сейчас я пока размешаю потихоньку такие ингредиенты. Очень потихоньку. По чуть-чуть. Буквально капельку. Не бойся, Марин, сейчас миксер по капельке поработает, и мама его выключит. Сейчас он размешает маме сухие ингредиенты. Ну, должна сказать, что двойную порцию, честно говоря, тяжеловато такому миксеру мешать. Поднимается тесто, сейчас уже нормально. Приходится чуть-чуть руками его бить ложкой. А вот полтора, целую порцию, полтора порцию. Ну, на большую форму, на большой торт, конечно, полтора лучше замешивать нормой рецептной. Сейчас мы хотели сделать, опять же, и тортик и кексы, поэтому мы замешиваем густую тесто. Вот, посмотрите, тесто достаточно густое получается, в общем, хорошее. Сейчас подумаем, может быть, стоит ещё добавить там ложку буквально жидкости, уже простокваша, всё-таки она гуще, чем обычная вода. Сейчас попробуем. Тесто получается очень шоколадное, очень такое богатое, насыщенное. Мы любим сюда, чтобы блюдо было с душой, чтобы было вкусное. На малых оборотах мешает миксер, потому что крупный, мне кажется, тяжело, большие обороты ему тяжело даже будет мешать. Любишь шоколадное тесто? И мама любит шоколадное тесто. В детстве даже мама, бабушке, когда бабушка пекла, мама всегда мисочку мыла после шоколадного теста. Сначала вылежит её, всё, потом помоет. Такая у меня была должность на кухне. Ладно. Уже нормально тесто. Сейчас мы попробуем, решим, что это добавлять ещё, жидкости. Глянем. Май, не делай. Значит, мы всё-таки решили, приняли решение, мы добавили, ну, буквально столовую ложку, может быть, простокваши, или, может быть, ну, так, чуть меньше, чем две столовые ложки простокваши. Капнули ещё-чуть ещё, чтобы было чуть пожиже. Попробовали тесто, очень вкусное. Можно не печь, можно так кушать сразу. Ну, что, ты уже больше не боишься миксера, Марина? Нет? Значит, что, мы промазали формочки для кексиков, постным маслом, ну, везде их промазали внизу. Один бульк в одну формочку, и этим маслом промазали все шесть ячеечек. Духовку мы включили заранее ещё, когда начали тесто замешивать. Поэтому сейчас будем накладывать шоколадное тесто. Накладываем чуть больше половинки в ячейки, потому что оно будет хорошо подниматься. Вот, мы наложили наши формочки. Ну, чуть больше половинки. Честно, оно поднимется. Ну, мы наши кексики будем поливать шоколадом. Будем варить такую шоколадную фондю или шоколадную помадку и присыпать ещё кокосовой стружкой. У нас есть, мы купили. Если нет ничего, они и так вкусные. Можно для красоты присыпать сахарной пудрой. Можно просто кушать. Обычно, если я ничем не мажу или, ну, ничем не промазываю, не разрезаю или не посыпаю сверху, когда есть изюм или курага, я режу и всегда. То есть, если нет крема или помадки, хочется вовнутрь вкусняшки насунуть. То есть, тесто и само по себе вкусное. Его и так вкусно кушать. Ну, можно ещё, и ещё его обогатить. Всё, сейчас будем ставить печку. Поставила в духовку. Значит, ну, не сильно глубоко, нормально. Духовка на четвёрку включена. Закрываю. Ну, минут 30. Ждём. Ну, надо смотреть. Вот, хотела показать. Кексики уже поднялись. Пахнут. Пахнут, да, Марина? Да, хорошо пахнут. Поднялись и затвердели. Если их попробовать пальчиком, они уже такие твёрденькие, значит, их можно вытаскивать. Кексики пахнут, да? Вот мы их достали из духовки. Видите, такие, ну, хорошенькие. Сейчас, чуть-чуть, 5 секундочек постоят и будем их вытаскивать. Что, солнышко? Сейчас, минуточку. Значит, вот мы достали кексики. Хорошие, толстенькие получились. Они уже постояли минут 5. Сейчас мы будем их вытаскивать. Ну, наверное, придётся поддеть чуть-чуть или ножичком с краю, или чайной ложечкой, закругленной ручкой. Удобно очень в таких формочках поддевать выпеченные кексики. Значит, кексы мы вытянули. Вытянулись они все очень хорошо. Поддевали маленькой чайной ложечкой, такой, с округлой ручкой. Очень удобно в такой форме. Сейчас буквально капельку бульк пластного масла. Хотя силиконом можно не смазывать, но мы чуть-чуть капаем. Смазываем и положим новых кексиков. Так, значит, мы показываем, что мы делаем с кексиками дальше. Мы любим, когда кексики сочные. Значит, каждый кексик я разрезала вот так вот ножом. Не понял, все, не до конца, крест-накрест. И сейчас вот так вот чуть-чуть распредавляем, придавливаем. И получается такая дырочка. И туда наливаем. Когда есть жидкая зущенка, мы капаем в жидкой зущенке ложечку. Когда нет, сейчас мы смешали зущенку погуще и несколько ложек сметанки. Сейчас будем сюда капать. Будет внутри очень сочно. Сверху польем шоколадной помадкой и присыпем кокосовой стружкой. Будет очень вкусно. Так, мы полили вовнутрь, везде залили сметанку со сгущенкой. Сейчас мы ставим шоколадную помадку сваренную. Или наше шоколадное фондю, как мы его называем. И теперь будем поливать каждый кексик сверху шоколадом. Значит, шоколад нужно, чтобы он остыл, чтобы он был более густой. Поливаем им кексики. И вот мы увидим, когда шоколад осядет, он бывает, ну, вот эту дырочку, которую мы разрезали для начинки, мы видим, что он затекает туда и, ну, как бы, проседает. Я, бывает, еще удаливаю шоколады, чтобы эту дырочку, которую мы прорезали, ее даже не было видно, чтобы все было покрыто шоколадом. Ну, потом, с другой стороны, мы ведь еще будем присыпкой присыпать, поэтому все равно будет закрыто и не будет видно, что там его разрезали кексик. А когда люди начнут кушать, они почувствуют внутривкусную начинку. Ну, вот, теперь можно присыпать кокосовой стружкой. Вот, Марина, Марина не так интенсивно. Посыпаем кокосовой стружкой каждое пироженкое. Вот так вот, Марин, по капельке. Ну, глянь, ты один посыпала, а на другие не хватит. Вот, а, глянь, вот пустой. Сюда нужно насыпать. Вот моя помощница. Она маме помогает. Все, достаточно. Я думаю, мне же еще и другие надо посыпать, Маринуша. Очень красиво получается у Марины кексик. Очень красиво получается у Марины кексик. Бат shine 밖에 на ненавирусах